Поезд Москва-Самара 4-й вагон уже окрестили геройским. На борту 17 героев Советского Союза и Российской Федерации из разных городов страны. В Самаре они впервые приехали поучаствовать в параде памяти 7 ноября, а также встретиться с ветеранами и провести уроки мужества в школах и вузах. Когда мы работаем с молодежью, общаемся, мы больше сами заряжаемся от них, чем они от нас. Потому что иногда нам по-стариковски кажется, что лучше нас никого не будет, а молодежь наша не та. Ничего подобного. Наша молодежь также патриотична. Первая вахта героев Отечества прошла три года назад в Рязани. С тех пор делегация каждый месяц посещает один из городов России. Самарскую землю, говорят, пропустить не могли. Здесь жили и проживают 49 героев России и 259 Советского Союза. Если говорить о том количестве героев, которые имеют отношение к Самарской области, то, наверное, наш регион один из самых золотоносных в этом плане. Сейчас поисковая работа до сих пор ведется, особенно по героям социалистического труда, потому что город был закрытый, не всегда представления были в публичной плоскости, но сегодня, представляете, Самарская область дала 318 героев социалистического труда. Участники делегации возлагают цветы дважды герою социалистического труда Дмитрию Устинову, а после на площади к Вечному огню. Здесь же на мемориале герои видят и свои имена. В год 70-летия Победы после поисковой работы список пополнился новыми фамилиями. Такие места нужны. Они нужны по большому счету не столько героям, а, как мне видится, больше нашим гражданам, нашим молодежи. Почему? Потому что должны быть ориентиры все равно. Площадь славы переживает в этом году серьезную реконструкцию. Особенно по душе героям, возведенные с 10 на памяти. Они уверены, историю забывать нельзя. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События.